Доброе утро! Запах ладана и горящей бумаги наполнил улицы Гонконга. Он знаменует начало традиционного китайского праздника, известного под названием фестиваль голодных духов. Его отмечают ежегодно в 15 день седьмого месяца по китайскому лунному календарю. Жители страны верят, что в этот день открываются ворота в ад и тысячи духов проникают в мир людей. Чтобы задобрить призраков, им предлагают различные дары, еду, благовония и даже искусственные деньги. Кроме того, на улицах города появляются временные театры, целиком сделанные из бамбука, где проходят различные представления. Многие китайцы верят, что говорить напрямую о мертвых нельзя, это привлекает злых духов. Однако некоторые молодые люди решили нарушить этот табу, организовав траурный показ осмотр. В ходе представления актеры даже сыграли ненастоящую свадьбу. По словам организаторов, на подготовку показа ушло три месяца. Тем временем в Индии бум производства национальных флагов из натуральных тканей. Власти запретили использовать пластиковые материалы, и теперь швейные мастерские ожидают, что их вручную сделанная продукция будет пользоваться огромным спросом. Это швейный цех в северо-восточной провинции Ассам. Здесь флаги шьют из традиционной индийской ткани кади. Такие пользуются большим спросом в правительственных учреждениях. Полным ходом идет производство флагов и в городе Каимбату, штата Тамилнат. В этом цеху их делают по пять тысяч в день. За прошлый год в штате Тамилнат шили 200 тысяч хлопковых флагов, а в этом году уже более 300 тысяч. Скоро они будут развиваться в различных регионах страны в честь 67-й годовщины независимости Индии от Великобритании. Концерт на мосту состоялся в аргентинском городе Буэнос-Айресе. Тысячи человек пришли послушать выступление оркестра под руководством всемирно известного дирижера и пианиста Даниэля Боренбойма. Выступить перед аргентинцами приехал оркестр под названием «Западно-восточный диван». Он состоит из молодых арабских и еврейских музыкантов. Специально для выступления на мосту Алсина соорудили сцену. Перед ней собралось около 8 тысяч зрителей. Оркестр «Западно-восточный диван» был основан Боренбоймом. Дирижер родился в Буэнос-Айресе, а потом переехал с родителями в Израиль. На сегодня это все новости. Хорошего вам дня! Субтитры создавал DimaTorzok